Российских водителей начали штрафовать за нарушение парковки во дворах без протокола. Все подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это канал Автосправочная. Это видео будет посвящено теме штрафов за нарушение парковки во дворах. Речь идет о таких нарушениях, как парковка на озелененной территории, то есть на газонах, на цветниках, парковка на спортивных или на детских площадках, на тротуарах, а также на хозяйственных площадках. То есть это различные площадки под установку контейнеров для вывоза мусора и так далее. То есть речь идет о нарушениях, когда автомобиль стоит там, где он не должен стоять, на придомовой территории. Расскажу конкретно на примере нашего региона Татарстана. К примеру, у нас на обережных челнах ранее для фиксации таких нарушений применялось три основных метода. Первый метод – это работа участковых. То есть участковые, если увидят нарушение, либо если кто-то пожалуется, пойдет, напишет заявление, может зафиксировать данное правонарушение, найти владельца и, соответственно, оформить наказание для него в виде штрафа. Второе – это приложение «Народный инспектор». То есть здесь любой гражданин может скачать его на свой мобильный телефон. Данное приложение делает привязку к геолокации, то есть там сразу же автоматом привязываются координаты. Увидев автомобиль на газоне или на детской площадке, его можно просто снять на видео через это приложение, и эта информация автоматом уходит в ГИБДД. Соответственно, если ГИБДД подтверждает, что факт нарушения есть, то такому владельцу оформляется письмо счастья. И третий вариант – это работа так называемых административно-технических комиссий. Вернее, административно-технической комиссии, потому что она одна. Это комиссия, которая находится в исполкоме города. Соответственно, в ней есть небольшой штат сотрудников, которые, естественно, по понятным причинам не могут охватить весь город, но они довольно-таки точечно, локально работают в некоторых микрорайонах, в некоторых дворах. Они, получается, ходят по дворам и фотографируют таких нарушителей парковки. Соответственно, эти должностные лица наделены функциями по оформлению штрафов на таких водителей. Вчера в мэрии набережных Челнов у нас прошла пресс-конференция, в рамках которой рассказали подробности о новом методе фиксации данных нарушений парковки во дворах. Для начала давайте я покажу вам небольшой фрагмент этой пресс-конференции, и потом уже расскажу более подробно. Добрый день. Действительно, в нашем городе сегодня новый метод фиксации правонарушений работает на ЧЛД. Рассматриваем материалы в административных правонарушениях, выявленные с применением специальных технических средств. Данные специальные технические средства имеют у нас функцию фото-видеосъемки. Это сертифицированный аппаратный комплекс, который устанавливается на автомобиль служебный и, приезжая по дворам, фиксирует правонарушения в области благоустройства. Это у нас правонарушения за размещение транспортных средств на зеленых территориях, на детских и спортивных площадках, а также на хозяйственных площадках, расположенных на придомовой территории. Ответственность у нас предусмотрена по статье 3.17 КОАП РТФ. По данной статье у нас есть штрафные санкции от 2 до 5 тысяч рублей. Это в отношении граждан. Первый раз от 2 до 3,5 тысяч рублей. На сегодняшний день по статье 3.17 у нас уже рассмотрено 322 протокола. Это те протоколы, которые составлены должностными лицами исполнительного комитета. Сумма наложенных штрафов у нас составила 660 тысяч 500 рублей. По новому методу, по методу фото-видеофиксации, мы уже рассмотрели с 22 апреля 392 протокола. Сумма наложенных штрафов составила 1 миллион 552 тысячи рублей. 16 юридических лиц и 376 физических лиц на сегодняшний уже получили на почту так называемое письмо счастья. Согласно статье 2.6.1 КОР РФ у нас привлекаются владельцы автотранспортных средств и постановление у нас выносится без составления протокола. То есть с момента выявления правонарушения буквально проходит 2-3 суток и уже вносится постановление. Постановление выносится у нас с двух сторон, так же, как и в ГИБДД. На первой стороне у нас... Можно показать, да? То есть можно показать, например, образец постановления. На оборудованной стороне у нас само постановление. Здесь сведения обо всем. По времени есть совершение правонарушения, да, фиксация автотранспорта. Кто является водителем автотранспортного средства. И на оборудованной стороне у нас идет характеристика специального технического средства. Фотография правонарушения, конечно, у нас сейчас у меня нет седьмой валент. Но отчетливо видно, что автомобиль у нас размещен на земельной территории. На постановление административной комиссии у нас действие части 1-3 статьи 32.2. Это у нас об уплате половины суммы административного штрафа не распространяется. В связи с чем оплачивать такие штрафы необходимо в полном объеме. То есть если по сумме штрафа углубляться, то в Москве, например, за данное правонарушение у нас в отношении физических лиц предусмотрено административное наказание в виде наложения штрафа 5 тысяч рублей. То есть предупреждение тоже по данной статье отсутствует. А на юридических лиц 300 тысяч рублей с первого раза. У нас в Республике Ташстан предусмотрена ответственность на физических лиц, я уже сказала, от 2 до 3,5 тысяч рублей в первый раз. На юридических лиц от 50 тысяч рублей. То есть сумма штрафа внушительная. И, конечно же, сроки оплаты. Сроки оплаты штрафа у нас 60 дней после вступления в законную силу. Очень удобно оплатить штраф через госуслуги, госважительные услуги. Все штрафы наложены у нас уже в тот же день, появляются на сайте госуслуг. И безошибочно можно оплатить. Конечно же, в случае неуплаты, мы вынуждены отправляться на принудительное исполнение службы судебных приставов. Постановление, которое будет изыскано уже в принудительном порядке. Итак, вот вы посмотрели кусок этой пресс-конференции. О чем же идет речь? Если говорить простыми словами, то это новый аппаратно-программный комплекс под названием «Дозор». Что это такое? Это некое подобие планшета, то есть это техническое устройство, которое устанавливается внутри автомобиля. Этот планшет, получается, имеет камеру, которая может как раз-таки прямо на ходу, во время движения снимать нарушители парковки. Нарушители снимаются по обе стороны, то есть когда автомобиль такой, получается, проезжает по двору, по проезду, он фиксирует всех нарушителей парковки и с левой стороны, и с правой стороны одновременно. То есть никуда разворачиваться, повторно проезжать необходимости нет. Помимо этого, данный комплекс работает и в сумерках, и даже в ночное время. То есть отсутствие света для него не помеха. Всего в нашем городе планируется, что будут работать 6 таких комплексов, которые как раз-таки будут брошены на борьбу с неправильной парковкой. Еще один интересный нюанс. Согласно действующей редакции Коапа, вот эти правонарушения, которые зафиксированы устройствами, работающими в автоматическом режиме и имеющими функцию фото- и видеофиксации, можно оформлять без протокола. То есть даже не нужно искать водителя, что-то на него оформлять, давать ему на подпись этот протокол. Оформляется по итогу не протокол, а постановление вот этой административно-технической комиссии. Соответственно, в этом постановлении прикрепляется фотоизображение, подтверждающее факт нарушения, информация у владельца подтягивается. И вот это письмо счастья в течение трех дней после фиксации нарушения отправляется уже нарушителю по его месту жительства. То есть процесс полностью автоматизирован, никого не нужно искать, не нужно каждую машину отдельно оформлять, получается. Один раз проехался, сразу же всем штрафы оформил, и через три дня они уже пришли. Статья, по которой оформляется это нарушение, это не Коап РФ, а Коап РТ. То есть это Кодекс об административных правонарушениях Республики Татарстан. Как известно, в каждом субъекте России есть свое законодательство, в котором содержатся статьи за нарушение правил благоустройства. В нашем случае это статья 3.17 Коапа Татарстана. Она как раз таки касается нарушения правил парковки на зеленой зоне, на тротуарах, на спортивных, на детских и на хозяйственных площадках. Согласно данной статье, гражданам грозит штраф в размере от 2 до 3,5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составляет от 5 до 20 тысяч рублей. Максимальный штраф грозит юридическим лицам от 50 до 100 тысяч рублей. Соответственно, штрафы довольно-таки немаленькие. Скорее всего, они сейчас массово начнут приходить всем водителям, которые нарушают. И еще одна интересная фишка. Так как это Коап Татарстана, а не России, и эти нарушения фиксируются не сотрудниками ГИБДД, а должностными лицами из полкома, то на вот эту статью 3.17 не распространяется положение Коапа РФ о 50% скидке. То есть штраф, получается, должен быть уплачен в полном размере, без всякой скидки в размере 50%, и стандартные сроки. То есть он вступает в законную силу через 10 дней, если его не оспорить, и в течение 60 дней ты должен его оплатить. Если же по истечении этих 60 дней ты этот штраф не оплатил, то, соответственно, данный материал уже передается приставовым исполнителям. И данный штраф уже будут взыскивать в принудительном порядке. Вот такие вот дела. Лично я, конечно, никогда не поддерживал нарушителей парковки. Сам я никогда не ставлю машину ни на газоны, ни на детские площадки, и всегда осуждал таких людей. В данном случае, с одной стороны, я согласен, что таких злостных нарушителей необходимо наказывать рублем, иначе они никак это не поймут. Потому что я частенько вижу, что во дворе бывает полно парковочных мест, а человек принципиально подъезжает прямо к своему подъезду, бросает машину на тротуаре или на детской площадке, лишь бы не идти лишний раз 15-20 метров пешком. В таком случае я согласен, что нужно жестко наказывать таких нарушителей. С другой стороны, я также согласен с тем мнением, что если есть кнут, то должен быть и пряник. То есть одновременно с вводом этих штрафов и повышением эффективности их сбора необходимо также обеспечить освободельцев парковочными местами. Потому что строятся огромные микрорайоны, количество жильцов, количество машин растет, а количество парковочных мест практически не меняется. Соответственно, в последнее время уже часто такая ситуация складывается, что парковка с нарушениями является уже не целенаправленным действием, а вынужденной мерой со стороны автолюбителей. Вот такая вот ситуация. Как дела с этим обстоят в ваших регионах? Каким образом борются с нарушителями парковки и борются ли вообще? Пишите в комментариях. Я думаю, всем будет интересно почитать. Все, всем удачи на дорогах. Всем пока.